Дорогие мои, мне так сложно это держать в себе. Я к этому давно уже шла. Мамочка моя-то не знает. Боже мой, какой волнительный момент. И, конечно, мы нашли сразу ещё о чём поговорить. Сейчас просто, блин, радость какая, непонятно, не могу поверить. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. Сегодня у нас необычное видео. Видео-сюрприз. Я к этому давно уже шла. Шла очень долго. Год, наверное, последний. И только в последнее время я решилась. И в нашей семье пополнение. А кто у нас появился? Кися. 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 Вот такая девочка. Девочка. Мне так хочется скорее вам рассказать, но я уже придумала, что это будет видео-сюрприз. Поэтому записываю эти видео заранее. Сегодня мы ходили по зоомагазинам. Уже несколько дней я хожу по зоомагазинам. Всё покупаю нашей будущей девочке. Мы за ней скучаем, хозяев просим чуть ли не каждый день, через день снимать нам видео, как она растёт. Я ездила, смотрела котёнка ещё 4-го числа, 4-го мая. И нам сказали, я даду её где-то 20-го примерно. А сегодня ко мне приезжала невестка, и они взяли себе британского котёнка. И пока мы ходили ещё по магазинам, покупали тоже там и переноски, и домики, и все дела. Я скинула, что мы переноску уже купили, и хозяйка говорит, ну уже дней через 5 можно будет забрать, можете забрать своего ребёнка. Это значит раньше, чем 20-е. Это где-то сегодня 13-е, я записываю это видео. А дней через 5 это будет 18-е. Я рада, я хоть сейчас уже готова приехать и забрать. Мы уже всё купили. Ребёнка нашего проголистовали уже, нашу девочку. Сейчас я вам покажу, какой домик мы купили. И вообще сегодня все прям такие, ого, огонь, какой домик. Вот такой вот домик мы купили нашей девочке. Он здесь вот такой мягенький, внутри мягенький. Здесь когтеточки. Только сегодня собрали, собирались с Наташей вместе. Здесь у нас второй этаж, тоже когтеточки. Здесь у нас вот такой гамачок. Здесь у нас третий этаж. Здесь у нас когтеточка и четвёртый этаж. Хозяйка сегодня скинула, говорит. И говорю, мы купили домик она. И когтеточку купили. Смотрите, котята любит высоко залазить наверх. Я ей скинула, она такая, ой, нифига себе. Классный, большой. Большой, высокий. И все-все-все оценили. Вот такой вот высокий большой домик будет у нас для нашей девочки. Будет у неё своё местечко, где она сможет проводить время. Прятаться, когти точить, отдыхать там. И, кстати, сегодня британец туда уже залазил. Детки бегали там, пока они его тискали. И в итоге он спрятался вот там. И они уже начали, ну, не стали уже оттуда его вытаскивать. И занялись своими делами. Когтеточку вот эту вот я купила. Ну, когтеточка и вот этот домик, да. Купили мы за 3200. Самый большой, который был у нас тут во всех ближайших магазинах. Четырёх на районе. Вот. И я надеюсь, нашей девочке понравится. Я её привезу и первым делом покажу ей её домик. Посмотрю, как она отреагирует. Но думаю, что ей понравится. Если не сейчас, пока она маленькая, так в дальнейшем. Взяли вот такую переносочку. Тоже самую красивую и самую дорогую из всех, которые продавались у нас здесь на районе. Но она и самая качественная такая. Ну, и симпатичная по плотности, по всему. С двух сторон она открывается. Серого цвета. И вот эти цветочки, которые здесь, они переливаются. Я не знаю, как вам видно или нет. Они на свету переливаются и на солнце вообще. Ну, прям, знаете, переноска для принцессы, для нашей. Вот. Ждёт здесь её. Чтобы вы понимали, как серьёзно мы ждём нашу малышку. Вот сегодня я докупила ещё. Взяла вот такой вот. Лопаточку такую взяла убирать. Взяла вот такую вот для воды. Большую. Здесь написано принцесса. Понимаете? Наша принцесса. 287 рублей такая стоит. И взяли вот такую вот ещё. Здесь для сухого будет корма и для мокрого. Ну, там, такого, понимаете, да? Что если бы я омыла, то раз и помыла вместе. 535 рублей такая стоит штучка. Вот. Ну, а это для водички рядом будет стоять. Пока так. Вот. Потом взяли уже вот такую игрушечку. Ту-ду-ду. Взяли наполнитель. Взяли наполнитель. Пока вот такой я взяла где-то на недельку. Потому что она ходит в такой наполнитель. Нам насыпят чуть-чуть с собой. Вот. И, ну, чтобы она привыкала. Этот без запаха. Чтобы она к запаху пока привыкла и поняла, куда ходить. Вот. Я взяла пока такой. Потом вообще планирую на силикогель переходить. Из еды. Вот взяла отборный тунец. Отборный цыплёнок. Деревенские лакомства. Это нам вот посоветовали из жидкого для котят. Прям как пюрешечка. Как-то, ну, холистики, да, называют. Вот. Вроде вот этот хороший. По 78 рублей. Там ещё, кстати, есть варианты. Но я взяла пока два попробовать. Вот такой вот мячик взяли. Играть. Сухой корм. Вот такой взяла. Грандорф 460. Это тоже один из самых лучших. Премиум холистик. Для котят. Так. Взяли вот такой вот лоточек. 224 рубля. Он сейчас небольшой, но с высокими бортами. Кстати, британцу мы тоже такой взяли. Наташе понравился. Оно потом будет побольше. Если нужно будет поменять. Он стоит недорого. Я ещё поменяю. Дэн, ты как котёнок. И взяли вот такой вот ещё шампунь для мытья. Но сказали, что он там пока не понадобится. Но я взяла на всякий случай. С дозатором вот такой 276 рублей для котят гипоаллергенный. Вот. Мы уже как бы всё, в принципе, взяли. Да, Дэн? Мы ждём нашу принцессу. Я уже, честно говоря, жду не дождусь, когда настанет тот день, когда мы сможем её забрать. Всё. Моя жизнь снова будет делиться, но до и после. Я безумно вообще скучаю, рада. В моей голове что-то перевернулось. Вот. Короче, я жду. А, кстати, мамочка моя-то не знает ещё, что мы котёнка решили завести. Вот. Но мы с ней были схожи когда-то, что как бы нет-нет-нет. Это большая ответственность животное и так далее. Но хочу сказать мамулю, что день рождения этой девочки мы будем праздновать вместе с твоим днём рождения. Потому что она родилась 25 марта. И по городскому такая же, как и ты. Поэтому я думаю, вы должны с ней найти общий язык. А вообще моя мамка, она такая, знаете, она, да, не хочет этой ответственности, там, и обязанностей дополнительных, уборки дополнительные, да. Но она у меня из тех людей, которые как бы нет-нет-нет-нет-нет-нет, но если условия уже так сложились, что она придёт, и здесь будет ещё один ребёнок, за которым нужен будет уход, она с большим удовольствием будет ухаживать за ней и очень её полюбит. Вот это в маме моей есть. Не может быть, девочки, сегодня, сегодня какое, 15 число, и сегодня, сейчас просто, блин, радость какая, непонятно, не могу поверить. Звонит, пишет мне наша заводчица, и она говорит, что, типа, вот на днях уже уезжают котята, ну, в другой город они отправляют, у них заказали ещё котят, то есть всех разобрали котят, и вот двое девочек уезжают в другой город, а одна нам. Говорит, вы можете приехать, так как они все одного окраса, вы можете приехать, выбрать себе вот та, которая к вам вот пойдёт, ваша девочка. И когда вы готовы приехать? Ну, типа, когда вы можете? Я говорю, мы свободны каждый день, я готова хоть час ехать, потому что я уже реально считаю дни, когда она приедет. Она говорит, приезжайте сегодня, я целый день на месте, я поверить не могу, то есть, а я чувствовала, я чувствовала где-то, что я заберу её не 20-го, и не даже и раньше, как она сказала, а ещё раньше, и просто я счастлива, я сейчас быстрее сушусь, собираюсь, и мы просто бегим, у нас уже всё есть. Всё, она мне пишет что-то, пишет, пишет, что с собой, да, переноску с собой, купите на первый раз ей покушать. Всё есть, мы едем за девочкой нашей. Боже мой, какой волнительный момент, сейчас я это, собралась, сели в машину, дождь идёт, дождь, а вообще в дорогу, когда дождь, это очень хорошо, такая вот есть, знаете, как знак такой, очень хороший, когда ты куда-то едешь на хорошее дело, и дождь, это, дождь в дорогу, короче, хорошо. Нужно быть предельно внимательной, аккуратней, потому что видимость становится похуже там и так далее, но знак такой очень хороший, так что я рада, что пошёл дождь. Сейчас мы тогда доедем до места, вот, а там уже посидим, подождём, чтобы дождь закончился, вот, чтобы не залило наших котяток. Я, честно говоря, как будто я не знаю, я не знаю, ну, реально просто иду, иду навстречу другой жизни, вот так можно сказать, вот настолько серьёзно я к этому отношусь, поэтому просто вообще у меня внутри пипец, что переполняют эмоции. Так, смотрите, вот здесь девочки, это которых мы двух оставили, а нашу Миланочку, она крупненькая, мы её забрали, у неё ушки больше, она сама по себе крупненькая, а эти, и она спокойненькая, а эти две драчунги, мы их оставляем, и их забирают как раз-таки двоих, один хозяин, так что я думаю, что их разъединять нельзя, а Миланочка поедет к нам. Вы такие вот лапки, всё, хороших вам, чтобы вот хорошо жили, всё прекрасно у вас было, лапочки, неразлучницы. Так, ну что, мы нашу девочку взяли, она уже сначала поплакала, но она так залезла мне вообще, ой, расскажу потом, ладно, неукает зайка. Всё, едем домой, едем домой, киська, видно? Едем домой, рыбка. Всё, мы пришли домой, наша Миланочка всю дорогу кричит. Открывай, открывай, вот это открывай. Скорее. Скорее. Скорее открывай, она хочет на волю. Тихонько, тихонько. Привет, девочка. Девочки. Иди ко мне. Иди ко мне. Выходи. Она боится, дрожит, видишь? Ты жалька не боится. Не бойся, рыбка. Тихонько, тихонько. Девочка, подожди. Иди ко мне. Иди ко мне. Смотри, она пусть освоится, пусть сама выйдет. Иди ко мне. Иди ко мне. Иди к нам. Иди ко мне. Рыбка. Рыбка. Иди ко мне, рыбка. Иди ко мне. Иди ко мне. Вот смотрите, какая крупненькая она. Какая красивая. Красивая. Ушки у нее. Ушки. Трое, что все. Хорошие. Все, пусть сидит там. Она сама выйдет. Все, сама выйдет. Хорошо? Да. Все. 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 Наша малышка осваивается пока здесь. Какая кися. Да. Домик я ей поставила. Уже постелила там, пока она не приучится еще. Ну, она приучена уже к лоточку. Но просто пока она еще не будет ходить. Или будет, не знаю. В общем, я постелила там пеленочку. И поставила пока что домик возле туалета. Вот там сейчас туалет. Выстрою, все уберу там. Ну, к вопросу о том, как Дэнни отреагировал на девочку в нашем доме. Котеночка. Вот, пожалуйста. Он вместе с ней лежит. Она, вон она. Спряталась там в самый угол. Ну, поспит чуть-чуть. Я ему сказала не трогать ее, потому что они в этом возрасте едят и спят. Есть она не захотела, она только поела. Но я ей уже налила водички, а покушать потом. Мы ее забрали, у нее полное пузо. Но Дэнька пока вокруг нее крутится. Я уже сделала туалетик. Насыпала на дно чистый. А сверху вот ее, который нам дали. Пусть по запаху, я думаю, она найдет. Миланочка кушает. Проголодалась девочка. Все. Вот такой вот отборный тунец я уже показывала, да? Кушай, зайчка, кушай. Пойдем, Дэнь. А что хочешь? А что хочешь? Честно, правда, уже не могу больше терпеть. Уже скорее хочется снять. Девочка сейчас у нас очень маленькая. Ей еще нет двух месяцев. Ей только 25 числа будет ровно два месяца. Вот. И мы уже провели с ней одну ночь. Мы ее забрали только вчера. Провели с ней одну ночь. И сегодня проснулась я в 5 утра. Дэнька в 5.30. И уже, конечно, мы не спали. Потому что она проснулась. Начала плакать, видимо, искать родителей, искать своих братьев и сестер. Но я ее накормила. Она сходила в туалет в первый раз за целый день. Ну, целый день и целую ночь она не ходила в туалет. Вот. Но сегодня уже она больше спит, больше ходит. В домике пока что... Ну, так, иногда в него залазит. Но пока, я думаю, ей нравится больше находиться со мной рядом. На ручках она себя чувствует спокойно. Вот. И на кресле все вот там вот у нас лежит. Мы ей там домик тоже сделали такой. Она там лежит. Спала сегодня целый день, пока я готовила. Дэнька мне хороший помощник, потому что он за ней следит. Он каждый раз, когда она мягчит, он каждый раз к ней подбегает и говорит, что случилось, почему ты плачешь, не плачь, не бойся, гладит ее. И она успокаивается. Да, Дэнь? Да. Ты заботишься о Милане. Да, назвали ее Милана. Вот. В общем, я довольна. Я... Просто слов у меня нет. У меня как будто появился маленький ребенок. Еще один. Спала, кстати, она у меня сначала. Она спала вот здесь вот, пока она не проснулась. Я ее, по-моему, переложила рядом с подушечкой. То есть между мной и Дэнечкой. Она там между подушками лежала. Тоже крепко спала. Вот. Ну и только вот в 5 утра она все-таки разбудила. Но я думаю, что это пока она маленькая такая. Она пока осваивается. Еще такая толком не бегает. Она если выходит, ходит, куда-то смотрит. Дэнька начинает с ней играться, пытаться ее кормить, бегать за ней. И она сразу убегает и прячется. Вот. Я буду вам ее показывать, как она будет расти. Сейчас она совсем малявочка, совсем маленькая. Не знаю, говорила или нет. Я снимала просто до, сделала вам ставочку. Думали сначала взять кошечку сфинкса. У меня просто есть даже знакомые, которые занимаются этим. Но Дэнин папа настоял на том, чтобы это был ориентальный котенок. А я вообще даже не разбиралась в породах. И как-то я не знала, кто такие ориенталы. И начала просто штудировать интернет. Посмотрела, просто влюбилась в эту породу. Действительно. Во-первых, это необычная порода. Их называют кота-собаки. Они как реальные дети. Они очень привязываются к хозяевам. Ходят везде по пятам. Они приносят игрушки, как собаки. Но я уже вижу, что у нее очень... У меня давно не было животных. Я, конечно, не знаю, как они себя ведут. Но для меня сейчас вообще необычные ощущения все. И она реально на меня смотрит вот так вот. Она успокаивается рядом со мной, когда моя рука рядом. Или вот она лежит на мне. Все, она сразу спокойна. Девочка, это тоже случайно. Я уже готова была из Москвы заказывать там. И уже даже шла на расцветку сиамской. То есть ориентальный котенок сиамской расцветки голубоглаза. Сиамы ориенталы так называемые. И я уже нашла местечко. Но вдруг мне сестра моего мужа скидывает. Говорит, а вот у вас в Ростове здесь продается. Вот. И мы позвонили. У них уже оставалась одна девочка. Одна девочка, а двух других отправляли в другой город вместе. Я когда выбирала, я как раз двух девочек-бандиток оставила. Они между собой все время коннектили. А эта была сама по себе. Я ее когда взяла на ручки, она так, как она ложка на меня посмотрела. Сами глазки до сих пор так смотрит на меня. Гипнотизирует. И как будто сразу мне сказала, я твоя. И все. И я ее забрала. Расцветка у нее бежевая, полосатенькая. Я на самом деле это идеальная расцветка, которую я хотела. Расцветочку хотела я либо такую, бежевый, полосатенький, либо в холодный немножко серенький, такой дымчатый, полосатенький. Ну, не какой-то классический такой цвет, а вот именно такой, что-то дымчатое. И вообще в начале, когда только-только я выбирала ориентал, потому что я его долго, честно говоря, искала, я уже, когда определилась с кошечкой, когда уже оставила залог, я уже поняла, что думаю, блин, ну все, ждем, считаем дни. И в начале, когда я искала, я вообще нашла, что коричневую. Мы все захотели коричневую. Муж захотел коричневую, вот. И я, в принципе, была не против. А потом поняла, ну вот ощущение, буквально переспала с этой мыслью, поняла, что мне нужна светлая Катеша, Катяша. Я сразу поняла, что это будет девочка, то есть мне нужна женская энергия в доме. Вот, мне прям не хватает, потому что муж, ребенок и как бы мужские энергии вокруг. Даже несмотря на то, что мама здесь всегда, да, это не считается. Вот именно, именно забота о женской энергии, а потом, чтобы она позаботилась обо мне, о Денечке. Ну, как-то вот женскую энергию мне захотелось. То есть я знала, что я точно хочу девочку именно по энергетике. Точно знала, что я хочу светлой расцветки, чтобы она такая светленькая девочка бегала здесь. Вот. И рыжий не хотела цвет, не мой цвет. И в итоге вот она нашлась, моя красоточка. Она причем самая крупная из троих была, так что она должна вырасти у нас такой большой. Сейчас она мелкая, всего боится еще. Рано оторвали от мамочки ее. Вот. Но котят уже распределили. Прививки мы будем делать сами. Ее проглистовали уже, и через 10 дней мы будем делать прививочку ей уже. Буду искать какую-то хорошую ветеринарную клинику, чтобы там было все на высшем уровне. Я знаю, что прививки разные какие-то бывают. Хочу какую-то хорошую там сделать, зарубежную. Есть какие-то российские, зарубежные, там три в одном, что-то такое. Кто знает, напишите вообще, что вы знаете, что можете посоветовать. По корму она сейчас ест у нас мягенькие, которые я вам показывала. Тунец уже весь съела. А потом ест уже вот этот вот сухой немножко грезет, так развлекается им, я бы сказала. И мне еще посоветовали вот знакомые заводчики, которые сфинксы у них продаются. Они посоветовали мясо, прям говядину. Купить свежую, заморозить ее там на пару дней, вот. Потом размораживать и по кусочкам давать. Говядину и должна быстро, быстро расти. Особо не играет пока что, боится. Каждый раз, когда мы начинаем с ней играть, она скорее убегает от этой игрушки, чем за ней бегает. Вот. Сейчас вот уткнулась носиком такая и шпит. Денька все время рядом с ней, все время ее наглаживает девочку. Не отлипает от нее, да? Миланочка. Ну и также я знала, что ее будут звать Милану. Вот сразу голову подняла. Смотри на девочки. Ушастики, эти ушастики. Кстати, накануне ко мне приезжала во влоге, вы видели, да? Мы проводили целый день с Наташей, с моей невесткой и племянницей. Они на день рождения, день рождения 19 мая у моей племянницы, они на день рождения тоже подарили котенка. Я хотела, чтобы тоже у них была ориентал, они мальчика хотели. Думаю, пусть мальчика заведут ориентал. У меня девочка, может они будут еще играться, веселиться вместе. Вот, но брат говорит, нет, эта порода, типа, мне не особо нравится. Знаете, как душа лежит, да? Вот им нравится британка. Они купили британца, мальчика. И, конечно, на это другое. С той стороны, да? Замок, да, стой, поворачивай. Смотрите, детки! У Насти день рождения скоро. И ей купили родители, котенка. Метон! Все уже защищает. Взяли британскую породу. Смотрите, какой лапочка. Ой, приветики, мальчик. Приветики, мальчик, зайчик. Не написал на пеленку или писал? Не писал, да? Какой хороший. Схватился, да? Эти лапки. Не писал, даже на пеленочку не пописал. Маленький, ну-ка покажите. Ну-ка покажите ваше чадо. Привет! Грызавчик. Такие лапки, зайки. Такой сладкий. Чистенький весь такой, зайки. Вот мне больше нравятся такие большие уши. Конусовитная такая мордочка такая, да? Большие лапы такие. И вот, ну, как бы глаза вот эти. Не знаю, мне в ней все нравится. И я не променяла бы эту породу ни на какую другую, мне кажется. А брат увидел. Я сначала еще думала, уши маленькие. Мне надо больше ушей. А брат увидел, говорит, ой, какие огромные уши. Какая страшненькая. Я говорю, ну, раз ты говоришь, что большие уши, значит, это точно моя девочка. И совсем, конечно, все вообще то, что было раньше, как мы ухаживали за котенком с братом, да? И вот этот весь страх, который был. На самом деле ничего страшного нет. Она подрастет, сейчас привыкнет под наш ритм. Вот. Убирать за ней несложно. Лишь бы ходила, вот. Я переживаю за то, что она не ходит. Редко ходит. Лишь бы ходила в туалет, мама будет убирать. Лишь бы кушала, мама будет корми. Все буду делать. Только чтобы ребенок рос здоровым и счастливым. Шерсточка у них гладенькая такая, то есть подшерстка. Они не линяют. Это важно тоже мне было. Ну и вот эти мордочки и большие уши, чем больше, тем лучше вообще мне нравятся. Они похожи на льва, мне кажется. На львиц, такие вот и мальчики, и девочки похожи на львят. Поэтому мне эта порода очень нравилась. И я приблизила даже расцветку. То есть мне хотелось расцветку тоже, чтобы она была полосатенькая. И что-то такое бежевенькое, да, похожее на львенка. Ну я еще поснимаю сюда, как она будет себя вести. И сегодня она прям спокойненько спала. Только если мявкала, Денька ее ходил, успокаивал, гладил, нахаживал, наглаживал. Вот. А я сегодня и готовила, и все. И мы с ней вообще, конечно, она нас разбудила в 5 утра, там Деньку в 5.30. А потом я в зале с ней спала, на самом деле. А Денька ходил в мультики, смотрел, то кушал. Будил периодически меня, чтобы спросить, можно ли там печеньки взять, а кашку сделать. Я ему быстренько что-то делала и ложилась с ней опять спать. Мы вот с ней спали до 10 часов. Потом я проснулась уже и начала готовить, а она пошла спать. Мои там домик соорудили. В общем, вот такое счастье у нас появилось. Напишите в комментариях, есть ли у вас домашние животные, сколько им лет, какой породы. Может быть, какие-то особенности расскажите. Мне теперь все это интересно. Это знаете, как у человека, у которого нет ребенка, ему особо не интересно с мамашами проводить время, которые все время говорят о детях. Пороче, все время только о детях разговаривают. А о чем разговаривать мамам еще? Поэтому очень клево, когда люди находят друг друга по интересам. И вот у одной маленький ребенок, постарше, помладше, у другой маленький ребенок. И вот они обсуждают, как и что. Это самая важная тема для мам. И, конечно, когда животные есть в доме, тоже всегда есть о чем поговорить. И вот сейчас у меня появилось животное в доме, и сейчас все разговоры только о нем. И, конечно, мы нашли сразу еще о чем поговорить с теми людьми, у которых теперь животные, да, и мои родственники, и все. Раньше одни темы обсуждали, а теперь у нас прибавились еще темы животных, да. У моей заловки, у сестры мужа, тоже ориентальный котенок, мальчик, ему уже два года. Так что мне рассказывают, что это за порода вообще особенная. В общем, поздравляйте нас с пополнением, делитесь своими животными, кто что у вас, советы, пожалуйста. Потому что у меня был котенок 20 лет назад, да, 20, даже меньше, наверное, не 20. Больше 20 лет назад у меня был котенок, и для меня сейчас это, честно говоря, что-то новое такое, да, необычное. Но, знаете, не страшно. Я больше боялась этой какой-то ответственности и еще что-то. На самом деле не страшно. Кстати, на ориентальной породе настоял мой любимый. И это он вообще сделал... Это вообще должен был изначально быть подарок на день рождения Дэни. Вот, и мой любимый сказал, что все, я сделаю подарок, все найдем. В общем, это будет от меня подарок. Я говорю, хорошо. Вот, кстати, цены на ориенталов очень разные, большой разброс. То есть можно найти от 15, то есть, ну вот несколько видела я объявление от 15 до... Ну вообще, до 150, вот такие даже, да, были мне, предлагали до 150. Но это дорогие, конечно, 70, 150, это экстремальный тип. У них такие огромные уши, конечно, классные, классно выглядят, да. Вот, но, соответственно, это большие деньги, как бы, необязательно. То есть в среднем цена такая, да, от 15 до 40 можно найти хорошего ориентала. У нас классический ориентал. Наблюдайте за тем, как будет расти, какой вырастет и вообще. И характер какой, буду делиться всем. Смотрите, как теперь выглядит наша большая семья. Дэня все время старается, старается лечь возле Милы. Мила там спит. И вот он подушку принес. Даже на стекло холодное ложится. Что, все, ты Милу бросил? Сегодня Милочка сходила в туалет, наконец-таки. Уже даже два раза сегодня сходила. Сегодня играется, уже не боится. Уже царапкается потихоньку. Кусается, играется. Вот. Кушает, в общем, ходит в туалет. Все хорошо. Ей даже не мешает Дэнька, когда здесь кричит. Сверлили даже сегодня. Причем очень громко сверлили. Не так, как всегда, еще громче. И она сначала испугалась, а потом уже нормально спала. Вот наша малышка второй день уже играет. Это нам папа посоветовал именно бантик привязать к ниточке. Ну, отлично. Но мы с тобой только что... Что с тобой? Мокро. Уже мокро. Короче, она уже играет. Только с бантиком. На. Только ты играешь, а не убегай сильно. Вот. Аккуратно, зая. Ну, а вот и подходит к концу наш вечер. И теперь Милочка вот так вот сидит. Она все время на мне засыпает. На моей голове спит. Когда я работаю, она вот тут сидит. Все. Мы Деньку уложили с ней вместе. Денька быстро уснул. Потому что он сегодня очень рано проснулся. Я не знаю, как пройдет наша сегодняшняя ночь. Надеюсь, мы выспимся. Ну, в общем, посмотрим. Пока Милочка маленькая, и надо это войти в положение. Надеюсь, она когда уже совсем здесь обоснуется, у нас уже не будет плакать. Все, мои хорошие. Спокойной ночи. Сажусь вам монтировать видос. Мила. Скажи всем пока. Красотка. Ужасная моя девочка. Красавица моя. Кто так это? Кто так это? Это что за огонек горит? А? Что за огонек горит? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Все, жду ваши комментарии. Поздравляйте нас. И прощаюсь до следующего видео. Теперь в наших видео будет еще и Милана. Все, люблю вас. Пока-пока. Пока-пока. А это что за мышонок тут? А что за мышонок тут такой химик? Пузико наел. Пузико наел. Кто пузико наел? Кто такие лапки уколол? Вот такие пузики наел. Пузико наел. Дай козюлю этому. Пока-пока. Пока-пока. Пузико наел. Продолжение следует...